Добрый вечер. Спасибо за приглашение на данную конференцию. Очень приятно, как всегда, участвовать, видеть всех своих давнишних знакомых, старших коллег, товарищей. Разрешите представить наш опыт относительно реконструктивно-пластических операций на длинных трубчатых костях при их опухолевом поражении. Добрый вечер. Самые частые гистологические диагнозы – это хондросаркома, изоостеосаркома – это переостальная форма, адамантинома и фибросаркома кости. На сегодняшний день при глубоком анализе литературы мы выявили основные методы лечения оперативно данной группы пациентов. Это эндопротезирование с интермедулярной фиксацией компонентов. Они также могут быть блокируемы цементной, бесцементной фиксацией. Параллельно с этим идут различные варианты реконструктивных операций, направленных на восстановление целостности за счет либо ало-трансплантатов, либо ауто-трансплантатов, прошедших определенные варианты довитализации. То есть это либо криодеструкция, либо радиологическое воздействие. Соответственно, методы фиксации здесь либо интермедулярные, либо на костную систему синтез, либо аппараты внешней фиксации. У хирурга, который принимает решение, как всегда, ряд вопросов. И какой из вариантов выбрать оперативное лечение всегда зависит от ряда факторов. Соответственно, основным является размер дефекта, локализация опухоли относительно сустава. То есть возможно ли провести сустав, сохраняющий операцию, либо нет, и нужно уже проводить операцию с заменой сустава. И, соответственно, основополагающим является технические средства оборудования, если мы говорим о криодеструкции и радиоизлучении, и наличие ортопедических имплантов и конструкций. Соответственно, если мы говорим о баллокости, тогда это банк алотрансплантатов. Цель нашего сообщения и исследования незначительного ввиду малого количества наблюдений – это оценить использованные нами методики. Ну, в принципе, они все известны, но достаточно интересные результаты мы получили. Соответственно, материалы и методы нам были прооперированы за последние 3,5-4 года. Это 6 пациентов, из них 2 пациента с поражением плечевой кости и 4 пациента с поражением большеберцовой кости. Соответственно, резекции, диагнозы и время наблюдения представлены в таблице. Оценки по шкале МСТС проводился. Функциональный результат проведен практически у всех пациентов, за исключением пациента с фибросаркома. Он на сегодняшний день вне наблюдения ввиду прогрессирования метастазов в легкие. Мы его потеряли за наблюдение. Видимо, там имеет место летальный исход. Все остальные пациенты на сегодняшний день продолжают своих динамическое наблюдение. В принципе, 77% по шкале МСТС мы получили у пациентки. Срок наблюдения всего 3 месяца. Поэтому на сегодняшний день достаточно ранний срок для того, чтобы адекватно оценить реконструкцию посредством малой кости. Клинические примеры. В период с 2014 по 2017 год данной пациентке происходило несколько переломов. Впоследствии выполнено гистологическое исследование. Установлен диагноз гемандоэндотелиома кости. Пациентка поступила к нам на выполнение радикальной операции. Была выполнена резекция новообразования с замещением дефекта посредством костного цемента. Интермедулярный остеосинтез для рефиксации дельтовидной мышцы ввиду отсечения ее точек прикрепления. Была использована титановая сетка и, соответственно, нерезорбируемые нити. Функциональный результат через 6 месяцев после операции. Полная функция плечевого сустава по шкале МСТС 93 балла. Наблюдение следующее. Это пациентка 78 лет с хондросаркомой кости. На сегодняшний день как раз это этап оценка, у которого сроки наблюдения после операции – 3 месяца. Гистологически пересмотрен препарат, выполнен. После выполнения биопсии выполнено гистологическое исследование. Хондросаркома G1 с мягко-тканным компонентом. Оперативное лечение заключалось в удалении сегмента, замещении на стержне посредством малой кости, замещении дефекта с интермодулярным блокированием. Для укрытия рана был развернут икроножный медиальный лоскут. Соответственно, наблюдение через 3 месяца, замедленные начальные признаки консолидации в максимальном отделе и пока без признаков консолидации в дистальном отделе. Пациентка передвигается самостоятельно, функция сустава ограничена, сгибание 90 градусов, активное разгибание до 170 градусов. По шкале МСТС набралось 77%. Осевая нагрузка безболезненна, но на сегодняшний день пока что мы не разрешали ей отказаться от дополнительной опоры. Пациентка 52 года. У пациентки длительная анамнеза существующая адамантинома. Она о ней знала в течение долгого времени. Однако в 2015 году опухоль стала прогрессировать, расти с лизистом и деструкцией в дистальном сегменте большеберцовой кости. Было принято решение о выполнении оперативного лечения. Выполнена резекция, замещение дефекта посредством аллотрансплантата с последующим его укрытием проножной мышцы. Это самый большой срок наблюдения. На сегодняшний день на представленном слайде есть рентгенограммы за весь период наблюдения. В 2015 году мы ее прооперировали. Через год есть зоны консолидации как в максимальном, так и в дистальном сегменте. И КТ от конца 2017 года, где мы видим консолидацию в двух проекциях, как в дистальном, так и в максимальном сегменте. На дискуссию хотелось вынести следующую позицию. На сегодняшний день при анализе данных литературы мы видим, что диафизарное эндопротезирование имеет осложнение, связанное с нестабильностью эндопротеза, инфекционное осложнение. И в среднем те статьи, которые мы проанализировали, показывают то, что пятилетняя выживаемость импланта составляет до 86% и десятилетняя до 68%. Причем стоит отметить, что многие авторы ссылаются на такую позицию, что эндопротезирование бедренной кости более, скажем так, подвержено... После протезирования бедренной кости пациенты больше подвержены нестабильности асептическому расшатыванию компонентов эндопротеза. В то же время стоит отметить, что реконструктивно-пластические операции имеют гораздо больше, скажем так, риски осложнения, связанные с применением того или иного варианта стабилизации. То есть, если это накосный металлостеосинтез, то вероятность разрушения перелома пластин выше, чем при использовании интермедулярного остеосинтеза. Замедленная консолидация пароформации разных данных может встать до 25%. Также риск инфекционных осложнений для таких сегментов, как большеберцовая кость, выше, чем при использовании эндопротезов. И тем не менее, стоит отметить, что данная методика позволяет нам использовать замещающие и суставсохраняющие операции у той группы пациентов, где сегмент пораженный достаточно большой, и его локализация пароавстикулярная подразумевает, что если мы будем использовать протезирование, протез, нам придется заместить сустав. Соответственно, наш реконструктивный анализ показал, что мы не увидели ни одного инфекционного осложнения, мы не увидели на сегодняшний день, по крайней мере, разрушения конструкции, и функциональный результат был отличный либо хороший. Соответственно, исходя из тех результатов, которые мы имеем на сегодняшний день, мы можем предположить, что высокий риск наступления тех или иных осложнений может остановиться перед выполнением этой операции, но дает нам возможность сохранить сустав у данной категории пациентов. И немаловажный фактор – это стоимость импланта, подразумевающая сегментарную резекцию, либо диафизарное протезирование в разы больше, чем использование реконструктивных пластических техник. Соответственно, это дает возможность нам сэкономить средства и вернуться к эндопротезированию в случае неудачного исхода после реконструктивной операции. Спасибо за внимание. Спасибо. Коллеги, вопрос, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, два вопроса. Что, по вашему мнению, на сегодняшний день, или, скажем, в вашем подходе является определяющим в выборе трансплантанта? Кост-алто-трансплантанта, алло-трансплантанта. Чем вы руководствуетесь? То есть это возраст, тип опухоли, какие-то еще анатомические особенности. И это первый вопрос. И второй, при изучении отдаленных результатов, вы заметили какую-то разницу именно от использования типа трансплантанта? То есть я имею в виду сроки сращения? Ауто-илиала. Ауто-илиала, да, сроки сращения, рецидивы и так далее. На сегодняшний день мы отдаем предпочтение ауто-трансплантантам у пациентов молодого возраста. Но повторюсь, что на самом деле наблюдений по диафизарным опухолям достаточно мало. И сказать, что у нас большой опыт, на сегодняшний день такого, конечно, мы сказать не можем. Вся когорта пациентов, которая представлена в данном докладе, в принципе, это пациенты старше 50 лет. Поэтому алло-трансплантанты здесь использовались достаточно свободно. Это общая признанная практика. Насчет того, что произошла консолидация в течение двух лет, это, в принципе, соответствует данным общепринятым. И у кого-то наступает консолидация в течение полугода и больше на пациентки, которая с большим сроком наблюдений. На сегодняшний день ауто-трансплантаты мы практически не используем. У нас есть банк костной ткани, и в случае применения данных пациентов с диафизарным поражением мы обычно берем ауто-трансплантат в 100% случаев. Ауто не делаем. Если сегмент пораженный недостаточно большой, то, соответственно, мы используем ауто-трансплантат и довитализируем его посредством клеодеструкции. Ну, там два пациента, один здесь был представлен, с хондросаркомой, низкой степенью злокачественности. Клинический пример мы не приводили, но в течение полутора лет у нее тоже наступила консолидация. То есть мы проводили забор материала, то есть не ауто-маловерцовый, а именно удаление опухоли, удаление содержимого костного канала, довитализация посредством клеодеструкции и реимплантация с фиксацией интермедулярных стержней на динамической, сначала на стабильной фиксации и перевод на динамику, и наступила консолидация. Спасибо. Маленький комментарий, если можно, Укен. Значит, вот вы попросили дискуссию. Значит, смотрите, во-первых, я обратил внимание, литературные данные 5-9 года, да, у вас там ссылки. Значит, второй момент, который вот, на мой взгляд, является крайне важным, это то, о какой протяженности диафизарного дефекта мы говорим. Так ведь, значит, если мы действительно говорим о маленьких плечах, которые остаются после резекции диафизарной, ну, допустим, там более 2-3 кости, то, естественно, ни о каком эндопротезировании диафизарном здесь речь даже идти не может, потому что мы идем действительно на заведомо высочайший риск осложнений, нестабильность и так далее. Вот, и здесь, конечно же, вот как альтернатива, как достойная альтернатива, выглядит вот именно пластическое замещение с накосным синтезом, ну, или интермодулярное, допустим. Поэтому вот, ну, такой маленький комментарий. Спасибо. Спасибо.